На авиабазе в Римсе сегодня чеканили шаг французские лётчики. Участники предстоящего парада на Красной площади проводили последнюю репетицию перед вылетом в Москву. 9 мая они понесут знамя эскадрильи Нормандии, Неман, Бокобок с русскими, громившие нацистов под Курском, в Белоруссии, Литве и Восточной Пруссии. За репетицией наблюдал Вадим Глускер. 70 пилотов авиабазы 112 военно-воздушных сил Франции. Вот точно так же они пройдут 9 мая по Красной площади Москвы. Военные фигуры будут французскими, музыка отечественная. Таковы условия военного парада. Парад, смирно! Торжесть верому, маршу! Эрик Лафонтен учил когда-то русский язык в школе. Теперь вот оттачивает произношение и заставляет летчиков попадать в ритм советских маршей. Мы со всем справимся. Вот только русский язык и музыка самое сложное. Командир авиабазы 112 побывал месяц назад в Москве. Там ему передали список музыкальных произведений, которые будут звучать на параде в Москве. И вот тут выяснилось, что у французских военных маршей другой ритм. Военного подразделения с таким названием сейчас нет во французской армии. Но без него история Второй мировой войны могла быть совсем иной. Лейтенанту Николя Генану выпала самая ответственная миссия. Именно он пронесет по Красной площади знамя легендарного полка. Это ведь самый знаменитый военный штандарт эпохи Второй мировой. Самый знаменитый во Франции. Нет больше такого знамени ни у кого. Это и есть та великая история, которая нас объединяет. В марте 1942 года на территории СССР была создана эскадрилья из 72 французских добровольцев. Они носили французскую военную форму, команды отдавались на французском языке. Французские пилоты, летавшие на яках, совершили 5240 боевых вылетов и провели 900 воздушных боев. Четырем французским летчикам были присвоены звания Героев Советского Союза. Один из них – Маркиз Роланд-де-Ля-Пуап. Когда мы прилетели в Россию, на военной базе я произвел сенсацию в своей униформе. Наполовину русской, наполовину французской. Видя обращенные на меня взгляды моих коллег из Красной Армии, мне казалось, они глядят на меня, как на существо с другой планеты. Весь вопрос, когда во Франции снова появится авиаполк «Нормандия-Неман». Именно с таким же названием. Власти обещают через год-два. Вазим Глузкир следит за подготовкой французских военных к параду в Москве. Продолжение следует...